Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня давайте проанализируем график биткоина, который торгуется на отметке 21 337 долларов. Хочу сказать, что в последнее время я практически немножко сделал маленькую паузу, не делал такие видеоанализы. Так что, поэтому сегодня начинаю снова с биткоина. На самом деле, больших изменений по сравнению с моим предыдущим или последним обзором по биткоину почти нет. Есть на коротких таймфреймах некоторые такие маленькие нюансы, которые я хочу упомянуть. И чисто фундаментально, по интуиции, как я ранее говорил и как я говорил летом, мне кажется, что здесь формируется впадина. То есть, может быть, мы вблизи некого дна, плюс-минус там 10-15%. То есть, если возьмем базовый уровень 20 тысяч долларов за цифровую монету, там от 17-18 долларов, то примерно 22. Может быть, это некое потенциальное дно. Но на данный момент пока еще не хочу это на 100% озвучивать, потому что рынки достаточно динамичные, могут произойти некие интересные события. Нужно быть очень аккуратным. Так, по поводу другого интересного фундаментального события. На этой неделе Федрезерв поднял ставку на уровне в 4%. Это достаточно высокий уровень. На самом деле, такие уровни, если не ошибаюсь, были там в 2007 году, когда поднимали ставку до 5% и 0,25%. То есть, сейчас достаточно высокие ставки в США. А рынок практически к этому был подготовлен. Поэтому я не считаю, что есть какого-либо серьезного сюрприза для криптовалютных практически инвесторов. Может быть, окажется, что это последние шаги по повышению ставки в США. То есть, если они еще чуть-чуть его поднимут. Окажется, что весь цикл ужесточения по денежно-кредитной политике подходит к своему концу. То есть, вот это повышение. И поэтому рынки потихонечку начинают успокаиваться. И поэтому есть и потенциал к формированию дну. Но это чисто с точки зрения фундамента. Думаю, что эти темы будем еще достаточно долго обсуждать. Время есть. Не думаю, что рынок прям сразу может практически там развернуться в каком-либо направлении. Но, конечно, всегда нужно быть аккуратным. Сейчас говорим по поводу технического анализа. И, как всегда, если я замечу некие сигналы, я их озвучу. Итак, месячный таймфрейм. Хорошо знакомый нам график. Грубо говоря, двойная вершина. В ноябре прошлого года, или уже примерно год назад, сформировалась эта вершина. Затем началось снижение, когда Федрезерв начал говорить о ужесточении денежно-кредитной политики. И, в частности, о выключении печатного станка. Затем в январе они начали говорить о повышении ставки. И рынок после маленькой паузы снова сдвинулся вниз. Может быть, еще один раз этот цикл уже полностью отыгран. В известной степени. И поэтому здесь формируется дно. Последние свечи. После красных свечей, или после медвежьих свечей, у которых упускались максимумы. Сейчас видно, что идет череда свечей, которая движется спокойненько вбок. Минимумы примерно на одном и том же уровне. Максимумы примерно на одном и том же уровне. Если взять текущий максимум, он практически, ну, месяц ноябрь. Он чуть выше предыдущего. Но нас интересует предыдущая свеча. То есть, октябрьская по закрытию она, грубо говоря, на уровне предыдущей свечи. Нет обновления максимума вверх. Нет обновления минимума вниз. То есть, идет эта консолидация или пауза. Недельный таймфрейм. Что у нас есть? Вот они, две вершины. Флаг. Движение вниз. Формирование первой впадины. Отскок. Медвежье поглощение. В середине августа. Движение вниз. Еще одно медвежье поглощение. В середине сентября. Движение маленькое вниз. Стабилизация. Мы это обсуждали и ранее. Это видели и во время последнего обзора. На линейном графике предыдущая впадина или та впадина, которая сейчас рисуется на уровне предыдущей. Есть потенциал к формированию двойной впадины. Но это будет только в том случае, если цена практически перепишет предыдущий максимум. То есть, если будет вот такое движение. Движение вниз. Затем движение. То есть, движение вверх. Затем движение вниз. Через тестирование вот этой самой высокой точки между двумя впадинами. Если отсюда будет вот такой отскок. То вот тогда практически можно будет говорить, что да, здесь двойная впадина. Здесь можно практически уже спокойненько смотреть вверх. На фоне того, что переписывается вершинки. На данный момент всего лишь есть потенциал к этому. Сценарий, который я озвучил. Что стоит на это обращать внимание. Но пока все вот это отсутствует. Поэтому нужно быть аккуратным. Итак, дневной таймфрейм. Давайте перейдем к свечному графику. У нас практически что есть. Три скользящие средние. Цена консолидируется на данный момент на месячные скользящие средние. То есть, на 30 дневной. Ну, чуть выше. На уровне 90 дневной скользящие средние. То есть, это подтверждает тот факт, что идет консолидация. Но мы понимаем, что мы пока значительно ниже годовой скользящие средние. Это 360 дневная. Поэтому нужно быть очень внимательным. Потому что пока еще чисто технически можно сказать, что преимущество у медведей. Но это не значит, что цена будет идти вниз. Просто нужно быть очень внимательным, аккуратным. И вот как выглядит практически ситуация. Сильного бычьего сигнала нет. Единственное то, что хорошо, что мы сейчас на вот этих 200 взящих средние. Они перестают упускаться вниз, как это было ранее. То есть, есть потенциал к формированию второй впадины, которую мы обсуждали только что на недельном таймфрейме. И потенциальный отскок может наступить. Это мы говорим в последнее время. Четырехчасовой таймфрейм. Знаете, вот мы в последний раз, конечно, эти зигзаги обсуждали. Канал вверх. Клин вниз. Канал вверх. Не было, к сожалению, здесь возобновления роста. Это мы когда-то зафиксировали прорыв вниз. То есть, сломался этот канал. Возобновилось движение вниз. Еще один отскок. Движение вниз. Сейчас снова идет попытка к отскоку. Мы видели, как рынок сломал летом вот это сопротивление по этим вершинам на четырехчасовом таймфрейме. Сейчас, напоминаю, в последний раз мы обсуждали вот это сопротивление по вот этим двум ключевым вершинам. Или даже трём. Первая, вторая, третья. Ну, видно, что рынок уже проходит или даже прошел через эту линию и через это сопротивление. Вот это тот интересный нюанс, который я затронул в начале практически моего обзора, когда сказал, что на всех ключевых таймфреймах больших изменений на самом деле нет. Но на коротких наблюдаются маленькие такие сдвиги. Это позитив. Это говорит о том, что пройдено вот это сопротивление. Конечно, это не является ярким бычьим сигналом. Нельзя сказать, что ага, вот здесь на 100% начнется рост. Но мы видим, что рынок прошел через это сопротивление. И это не может не радовать. Это говорит, что у медведей сила слабеет на четырехчасовом таймфрейме. Или можно сказать, что у быков увеличилась немножко сила, и они пытаются практически взять инициативу и как там это озвучить, что они пытаются практически надавить на рынок, и чтобы цена отскочила. Будем сидеть за ситуацией, вот мне бы хотелось увидеть, вот как по этой двойной вершинке, сценарий, который мы рисовали на отдельном таймфрейме, мне бы хотелось увидеть хотя бы вершину выше предыдущей, чтобы мы увидели обновление вершин вверх. Пока все ключевые вершины движутся вниз, поэтому все-таки чисто технически это сигнал, что преимущество о медведей. Но если обновится одна вершинка, то это будет говорить о том, что, скорее всего, здесь действительно это будет уже дно и на тяжелых таймфреймах. Друзья, на самом деле у меня на этом все по графику. Если у вас есть какие-то вопросы, мнения, видения, можете ими поделиться в качестве комментария ниже этого видео. Я буду, конечно, этому очень рад, если вы озвучите ваше видение. А так, на данный момент у меня на этом все. Удачи на финансовых рынках, хорошего дня и, конечно, спасибо за просмотр. До следующего обзора.